Стратегическое и перспективное развитие регионов – одна из ключевых задач, поставленных президентом страны в ходе послания Федеральному собранию. Особое внимание в социальной сфере, поддержке предпринимательства и адресная помощь участникам СВО. Глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24» 2 марта озвучил подробности работы по исполнению поставленных президентом задач. Президент России в своем послании Федеральному собранию 21 февраля поставил ряд задач, которые определили направление работы регионального правительства. Глава государства акцентировал внимание на роли регионов в экономике. Это развитие традиционных отраслей импортозамещения, ускорение жилищного строительства и другие ключевые задачи. То, что говорил президент, это развитие системы образования, здравоохранения, продолжение ремонта дорожной сети, это необходимость развития предприятий, поддержка бизнеса. Причем было сакцентировано внимание на том, что надо поддерживать и маленький бизнес, и средний, и крупный бизнес. Еще одним важным направлением является адресная поддержка участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих. Так, в Тверской области действует комплекс мер поддержки семей мобилизованных. То, что все обязательства четко исполняются, отметили супруги мобилизованных граждан. Со стороны правительства поддержка оказывается огромная для семей мобилизованных. Хочется поблагодарить за это. Мы не остались брошенные. Дети, ребенок 6 лет, ну вот очень такая прям поддержка, это сделали бесплатный детский сад. За детский сад мы не платим ничего абсолютно. Также приглашают на елки, даже предложили нам Деда Мороза, бесплатного волонтера, прийти домой поздравить ребенка. Это бесплатные детские сады, спортивные секции, посещение культурных учреждений. Первоочередное право на зачисление в детские сады. Группа продленного дня в школах. Кроме того, осенью этого года региональным правительством было принято решение о назначении выплаты в размере 150 тысяч рублей каждому мобилизованному. Помощь хорошая. Подарки детям давали. Ребенок у меня ездил тоже в Тверь. Ей понравилось очень представление, все довольное приехало. Мам подарок хороший. Ну а так муж, мы иногда созваниваемся с ним, все хорошо, помощь есть, выплаты есть. Президент поставил задачу создать специальный фонд, который будет оказывать всестороннюю адресную поддержку военнослужащим, ветеранам, членам семи участников СВО. Глава региона подчеркнул, что такая работа уже ведется в Тверской области. Участники специальной военной операции это уже другие люди, которые имеют опыт, которые уже смотрят очень ответственно на жизнь. Их опыт, их мировоззрение должно быть использовано в том числе и в системе профессионального образования, в промышленности, воспитании подрастающего поколения. Кроме того, продолжит расширяться перечень мер поддержки многодетных семей. Одно из нововведений – помощь в газификации домовладений. Это выплата до 300 тысяч рублей. Их можно направить не только на газификацию дома, но и на устройство системы теплоснабжения. Также глава региона, помимо мер поддержки, отметил еще один важный для областной столицы вопрос. Это восстановление речного вокзала. Уже ведется совместная работа с Федерацией и готовятся документы. Необходимые средства заложены в бюджете на 2023 и 2024 год.